Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж. И сегодня, как ты понял по названию ролика, мы смотрим новую работу, а именно работу курьера. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. А перед началом ролика хотелось поблагодарить за большую активность под предыдущей серией. Пацаны, вы меня реально удивили. Давайте под этим роликом соберем также. Кто не видел, эта серия вышла вчера утром. Кто не видел, ссылочка на нее будет в описании ролика. Также там проходит конкурс на 2 места по 250 тысяч рублей на сервере. Так что заходи. Все, что тебе надо, это под тем роликом поставить лайк, подписаться на канал. И под тем роликом написать комментарий с твоим ID ВКонтакте. И ровно через неделю, то есть в понедельник, даже не через неделю, даже меньше, выйдет серия с итогами конкурса. Ну, смотра, не смотра, если не выйдет обновление и не пройдет какой-то казус. Да, этот ролик должен был выйти вчера вечером, как я и обещал, с роликом обновления. Но, я думаю, не только я пытался подсоединиться к серверу просто весь день и меня кикало из-за какой-то ошибки. И к вечеру, к 8 часам вечера, они все-таки устранили, просто перенесли данные на другой хостинг. И проблема решилась. Также с вчерашнего видоса произошли некие изменения с бизнесами. Теперь задание на бизнесе приходит в понедельник, в среду и в пятницу. Приходит одно задание в определенный день. Получается 3 задания в неделю. Если на бизнесе 4 или больше заданий, невыполненных, то выплаты перестают приходить. Если на бизнесе 8 заданий, то бизнес сливается в гос. Они сделали, чтобы люди немножечко активничали и заходили на сервер. Здесь очень много людей. Капец, как много я бы сказал. Просто хана компуктерами, я бы сказал. Хана микроновки, пацаны моей, потому что у меня уже текстура не прогружается. Короче, сейчас взорвется, отвечаю. Давайте я буду кричать, чтобы у меня хотя бы как было слышно. Работа курьером на личном авто. А, надо уволиться еще на зналябойщиков, точно. Кстати, ранг не сохраняется, кто не знает. Ранг на работе не сохраняется и не будет сохраняться, как говорил админ. Так, да, устроиться. Все, устраиваюсь. Бегу сразу в Rolls-Royce, потому что здесь капец как громко. В каждом ранге по 30 опыта. Один опыт равняется одному заданию. Выполненному, конечно же. Начните смену. Начинаю. Блин, явитесь на базу. Короче, надо ближе все-таки быть. А, все, начал. Короче, пацаны, F5 и ловим задание. А что делать? Бля, я не успел, да? О, успел. Я не знаю, что там взял. В Полито Бэй. Курьерские получили купить опыт. Я не знаю, что я там взял. Капец, здесь сходки, пацаны. Это уже не ЭКХ. Куда мы летим вообще? Ой, там под Камри выехал почти. Сейчас у меня еще текстурки прогрузятся. Подождите. Ага, мы летим в вот это село. Сейчас прилетим. В принципе, я не буду снимать это. И продолжим. Что, пацаны? Курьер на Rolls-Royce? Неплохо. Ага, мы сюда, значит, заезжаем. Нам не надо никуда выходить. Ничего не нажимать. Просто заехали. Дружище, подожди немного. Сейчас загрузим. Только ты... Ой, только ты, аккуратно, мне там Rolls-Royce не поцарапай. Это вы не видели. Все, необходимо доставить за одну минуту. Одну минуту? Это что, гонки, пацаны? Я сразу вспомнил игру. Кто шарит, кто старенький, такой же, как и я. Шарит такая раньше была игра. Называется Дальнобойщики 2. Короче, тебе надо было взять задание. Ну, как бы, Дальнобойщики уже понимаете, про что это. Игра очень... Она очень старая. Там алмазные вот это все. Все движуха. Ну, кто играл, тот поймет. Там, короче, надо взять задание. Вернее, груз. И приехать первым. Это, получается, гонки с грузом. И здесь такая же фигня. Прям какую-то минутку ностальгии получил, что ли. А где-то таймер этот пишется или нет? В F5, возможно. Нет, нигде ничего не пишется. Короче, пацаны, засекаем вручную. Страф получил. Ну, в принципе, 12 тысяч заработаю. 10 за штраф. И 2 на бензин. Бомба. Они изменили еще расход топлива на автомобиль. Они вроде как его уменьшили. Так, заезжаем на базу. Здесь просто элитные автомобили стоят. Здесь 2 старые. Поршики. М5 F90. Rolls Royce. Чисто доставщики. Еды. Выбирай новое поручение или отдохни. Решай тебе. 12 тысяч 19 рублей. Офигеть. Вот это мы заработали. Если кто-то этот ролик из администрации посмотрит, пожалуйста, добавьте настройку в телефон, чтобы выключать пользовательскую музыку, которая играет на сервере. Потому что она напрягает. Вот реально. Кто-то слушает свою, а кто-то вообще ездит, хочет без музыки просто покататься. И здесь едет пацан с каким-то, не знаю, Моргенштерном условным. И капец. Пацаны, я как-то взял самое дорогое просто задание за 22 тысячи или за сколько я взял? За 22 тысячи. И мне ехать 9 километров. Хотя я перед этим брал за 13. Вот мне ехать в сам Лос-Антос. Хотя перед этим я взял за 12. И ехал всего лишь 3 километра. Так, мы приехали в Лос-Антос. Здесь такой какой-то райончик интересный, кстати. А здесь вот прям 2 точки для выгрузки. Офигеть. Окей, заезжаем. И выгружаемся. Ну, блин, это была, конечно, фатальная ошибка, если честно. Необходимо доставить за 3 минуты 0 секунд. Угу. А ехать куда? На базу, да? Угу. Короче, всегда надо ездить на базу, я понял. За 3 минуты наверх карты 9 километров. Бля, хамуха, я вообще испугался. Поворачиваем налево. За 3 минуты, я так понимаю, я успел, потому что у меня никаких ошибок не вылетало. Кстати, вот еще один пацан, который ездит на Роллс-Ройсе. Я думал, я один только такой. Паркуемся и выгружаемся. Ну, все, выбирай новое получение и отдохни. 22 344 рубля. Реально. Пацаны, я вам буду реально рекомендовать. Просто на начальных уровнях, просто на первых рангах. Лучше брать чем кратчайший маршрут просто, чтобы быстрее вкачаться и потом уже ездить на больших рангах на длинные расстояния с большим кушем. Я вам расскажу новое видение, о котором, смотря, вообще нигде не афишировала. Короче, она увеличила налог на автомобили при продаже, ну, при сделке на ЕКХ. Если вы не видели видос с этим Роллс-Ройсом, можете зайти по ссылочке в описании и посмотреть. Очень офигенный. Я его купил за 27 или 26. 26 с половой. Короче, мне комиссия на Роллс-Ройс вышла 260 тысяч. Он стоит 26 миллионов с ГОСа. А теперь грузак, который стоит, сколько там, 6 или 5500 в ГОСе, да? Или 6 или 6500. Ну, короче, что-то такое. Теперь на него комиссия 200 тысяч налога. А на новую Ешку 2020 года, которая стоит 10 лямов салона, да бляха-муха, налог теперь 700 тысяч. А я не представляю, сколько на Роллс будет стоить. Ляма полтора теперь. Пока мы едем, еще вам секрет расскажу. Кто не сидел на конференции в них в Дискорде, агрессор рассказывал. Кто-то задал ему вопрос по типу, какая максимальная типа зарплата, выплата, что-то в час вроде на работе. Около 500 тысяч. Агрессор говорит, типа, нет. Я пытаюсь сравнять около 300 тысяч в час, чтобы кирки получали. Вот вам, короче, пацаны, правда. Комиссия растет, бензин растет. Что я могу сказать в заключении этой серии? Поработали мы 4 раза, отвезли 4 груза и получили 58 тысяч рублей. Давайте закончим смену. В принципе, поедем сейчас, оплатим штрафы. Стоит ли увольняться с дальнобойщиков с 10 ранга и идти сюда? Ну, в принципе, если у вас быстрая машина, то чтобы сменить обстановку можно. Но, вы должны понимать, что когда вы едете на своем личном автомобиле, у вас, во-первых, расходуется бензин, за который нужно платить. Второе. Штрафы. За которые тоже нужно платить. На дальнобойщиках, если я не ошибаюсь, такого всего делать не нужно. Плюс, на первых рангах на развозчике вы будете получать просто фигню, пацаны. В отличие от дальнобойщиков. Поэтому здесь спорный вариант. Так как мне надоело работать дальнобойщиком, ну да, я там поработал, второй ран только получил. Я буду работать здесь. Стреляю на опережение. Насчет вопроса, как ты думаешь, это самая выгодная работа или нет? Я еще, пацаны, не знаю. Поначалу, мне кажется, ну, зависит от километража, как ты будешь ездить. Мне кажется, что она плюс-минус по заработку будет как дальнобойщика. Мне кажется, даже немножечко хуже. Я покатаюсь плюс-минус недельку, либо полторы. И выложу видос, где я набью 10 уровень на развозчик. Это будет очень потно. Прям очень потно. Представьте, сколько мне заказов нужно будет отвезти. И мы посмотрим, какие есть заказы. Ну, в принципе, какие есть, мы уже знаем. Стоит ли работать здесь, либо нет. Стоит ли увольняться с других работ. Сколько я уже все-таки получу. И сколько платить за определенные задания. А на этом все, пацаны. Напоминаю, что на этом сервере есть мой именной промокод EVAN. И получайте 50 тысяч рублей. Также, если ты еще не принял участие в моем конкурсе на 500 тысяч, два места по 250 тысяч, спускайся в описание. Там есть мой видеоролик, который вышел вчера, про обзор обновления. Там просто тебе надо поставить на этот ролик лайк, подписаться на канал. И под тем роликом написать свой комментарий и айди в твое ВКонтакте, чтобы в случае победы я смог тебя отписать. Напоминаю, итоги будут в понедельник. Я надеюсь, этот видос тебе чем-то понравился. Поставьте лайкос, чтобы продвинуть этот ролик. Обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видеоролики, так как у меня видеоролики выходят через день, а иногда даже 2-3 видоса в день. Так что жми колокольчик, подписывайся на канал, ставь лайкос, чтобы выдвинуть этот ролик в топ. И напиши в комментариях, что ты думаешь о новой работе. А, и да, на ютубе уже лежат 2 готовых видеоролика, которые я записал еще до обновления и выставил на ютуб. Они будут выходить после этого ролика, так что не удивляйтесь, что там еще смотра версии 1.3. Ну а с вами был Левен, всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok